Всем привет! Вы на канале Реальный Я и сегодня будем играть в игру Flipping Knife, что означает, ну, флип ножа. Итак, я испробовала уже много разных ножей и сегодня могу вам показать, какие из них лучше. Итак, начнем с первого ножа. Первый нож, конечно же, это будет Мачете, вот этот вот тисак. Он удобен для игры в лесу, так как у него большой вес, вот, видите. Вот, но также он может и, нет, здесь, вот на пне, на пне он тоже немного, так сказать, тащит. Сейчас еще раз попробуем. Ну вот, ну, в общем, вы поняли. Так, хорошо. Дома он, конечно же, плохо. Второй нож, который я вам хочу показать, это вот этот вот тисак. Он не тащит нигде, кроме здесь, ну, в тире. Сейчас покажу. Дальше нож будет вот такой, ну, в общем, всегда попадение, при любом раскладе, он попадает в мишень. Ну, кроме таких случаев, когда он может мимо мишени полететь. То есть, вот, смотрите, вот он полетел. Вот, видите. И вот так вот мы можем выбить сундучок. Сейчас. Вот, сундучок. Идем дальше. Дальше нож будет вот такой вот. Он, конечно же, удобен для дома. Как сами видите, вот. Удобность в том, что у него два лезвия, и поэтому это дает ему некоторые, так сказать, преимущества над всеми другими ножами. Вот. Два лезвия, и на которые на любого он может приземляться. И в этом его удобность. Не пробуйте в лесу, я сам пробовал, ничего не получается. В тире, ну, он не такой уж и хороший, но иногда бывает попадает. Вот. Ну, да, попадает он неплохо. Вот. То есть, его можно использовать как в дому, так и в лесу. Сейчас нутчок выберем. Ну, вот, в общем. На пне он плохо работает. Ну, сейчас. Хотя, в общем, для пня сойдет. Так вот. Ну, в общем, вы поняли. Следующий нож, это у нас идет вот такой вот керамид. На пне он, конечно же, не очень. Но в метании мишень он, конечно, тащит, так сказать. Вот, как видите, он всегда будет сейчас выбивать. Всегда будет выбивать. Он в цель попадать, в общем. Вот так вот. Вот такие дела. На пне он плохо разворачивается. Вот. В дому лучше не пробуйте. Так сказать, не получится. В лесу. В лесу же есть варианты, что он попадает. Вот, как сами видите. Но, все равно, для леса лучше немного другое. Идем дальше. Дальше у нас это идет лазерный меч. Он хорош тем, что он может выбиваться в лесу. Вот, сами видите. Неплохо так идет. Также удобность в том, что он очень длинный. Идем, ну, посмотрим, что он может тире в тире. Удобность в том, что он при попадении дает сразу 9. Но надо кидать немного ниже, чтобы выбить сразу 12. То есть делаем ниже, чтобы попадение было уж точно. Вот, так вот, так вот. Ну, вот так вот. Так, следующий нож идет вот этот, вот, выдвижной. Этот нож не в тире, плохо в лесу. Но он хорош в этом деле. Как видите, он выбивает и сразу 2. И неплохо так крутится. Чтобы с ним выбивать, вы должны касаться примерно лезвия. И вытягивать вот до такого вот уровня. И тогда получается, что вы все время выбиваете этим ножом. Так вот. Вот. Ну, вот. В общем, вот. В доме он тоже неплохой, как видите. Тоже можно выбивать. Ну, тоже не всегда работает. Понятно. В лесу он тоже неплох, так как он очень легкий и очень медленно крутится. Вот еще вот так вот, вот так вот. Идем дальше. Следующий нож, он будет, ну, не очень хороший. И он работает только на тире. Вот он. То есть вот. Удобность в том, что он небольшой и при этом у него хорошая попадаемость. Но, понятно, выбивает он за оборот, к сожалению, только один. В пне он тоже не очень хорош, как видите. Сами я пока не нашел еще вариантов, каких он будет попадать. И, ну, и на, собственно, здесь тоже он не очень. В лесу вообще лучше не смотреть. Он слишком быстро крутится. Вот, как сами видите. И последний нож для обзора я решила сделать. Это вот этот вот выдвижной. Он, конечно, неплох в попадании, в мишень, в тире. Вот. Ну, в общем, в тире он неплох. В пне здесь та же система, что и... А, нет, здесь не такая. Точно здесь надо вытягивать и до конца телефон получается. Ну, в общем, вы поняли, что здесь тоже ничего не получается. На этом сегодня все. И еще небольшие варианты. Если вам сильно понравился нож, вы можете его посмотреть на веб-сайте, как здесь написано. Всем спасибо за просмотр. С вами была я. Можете не подписываться на канал, можете не ставить лайки, можете даже не лайки ставить, если хотите. Просто посмотрите и играйте. Наслаждайтесь игрой. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok